Приветствую вас! Вы знаете, вот прочитав ваш вопрос, я увидел, что вы находитесь в очень жертвенной позиции по отношению к себе и по отношению к своему мужу. Начнем, пожалуй, с того, что вы берете ответственность за его недовольство. То есть, вам становится не по себе от того, что он недоволен. Но его недовольство, это его ответственность вызвает ни при чем. Поэтому тот факт, что вы чувствуете себя как-то не по себе, говорит о повышенном чувстве вины. И чувство вины, это, в общем, то, что вас сковывает в отношениях с ним и не только с ним. И, соответственно, я полагаю, что это первое, на что стоит обратить внимание. То есть, освободиться от излишнего чувства вины, потому что ни к чему хорошему оно вас не приведет. Это первое. Второе. Вы пишете, что мужчина отвечает вам на ваши жалобы вот так, как он отвечает, да? Вот, я не буду это цитировать. И, опять же, здесь это связано с тем, что он не ценит вас. Здесь это связано с тем, что он думает о себе, а не о вас. И вытекает это, судя по всему, из того, как вы выстраиваете с ним отношения вообще в целом. То есть, как и что вы, ну, как, например, и что вас связывает друг с другом. Как вы ведете себя с ним, пытаетесь ли вы ему угодить, например. Ну, то есть, тут вот мой коллега Александр Ковальчук сказал, вот, ну, это весьма справедливая вещь, что мужчина боится вас потерять. Перестал, 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 боится вас потерять, вот. То есть, вы себя не цените, вы себя не цените, не цените. Возможно, и скорее всего, это было еще до мужа, и до мужа, до появления мужа вы себя не ценили. Вот, то есть, первое, это разграничение ответственности, второе, это, а, разграничение ответственности, второе, это освобождение от излишнего чувства вины, третье, это повышение самооценки, четвертое, это адекватное выражение своих чувств. То есть, понимаете, вот вы пишете, вот вы пишете, значит, сразу становится не по себе, когда, когда, эээ, так, когда жалуюсь ему, что у меня что-то болит, в ответ слышит тебе рассказать, что у меня болит. А, понимаете, вот, как бы, смущает слово жалуюсь. Вот, честно, смущает, смущает слово жалуюсь, потому что, ну, потому что жалуюсь, это значит, эээ, как-то вот все-таки, эээ, себя, наверное, опять же, принижаю. Если, если я жалуюсь, а, понимаете, какая штука. То есть, мне кажется, что вам необходимо освоить более такие конструктивные методы выражения своих чувств, например. Более конструктивные выражения своих чувств. Более адекватные выражения своих чувств. Я бы, я бы так сказал. Ого. А, не, то, как вы жалуюсь. Кроме того, очень важно, чтобы вы демонстрировали ему, что вы что-то делаете, из-за того, что у вас перестало болеть. Опять же, эээ, в контексте чего и в каком контексте он говорит вам сказать тебе, что у меня что-то болит, да? Вот. Вот вы пишите, рассказывая про проблемы на работе, просто хочу быть исключенной в ответ тебе рассказать, что у меня проблема. Понимаете, опять же, вот здесь очень деликатный момент. С одной стороны, с одной стороны, человеку может быть действительно неинтересно то, что у вас происходит на работе. Понимаете? Как бы это вам не приятно, как бы вам не приятно не было, но человеку, ээ, может быть, ээ, действительно все равно, что происходит у вас на работе. Просто потому что, эээ, говорить, эээ, скорее здесь, ээ, желательно о своих чувствах именно. Понимаете? О том, что вы чувствуете. Вообще, может быть даже, эээ, без привязки к, эээ, к каким-то проблемам, эээ, связанным с той же работой. Понимаете? Вот. То есть, это, эээ, нужно опять же, корректировать. Вот. Эээ, дальше, я начинаю говорить, что он меня не жалеет совсем. Вот здесь хочется у вас, эээ, аноним спросить, а должен жалеть? То есть, знаете, быть услышанной, чтобы быть услышанной кем-то, нужно сперва услышать себя, потом, эээ, на понятном языке донести до человека, эээ, то, что вы хотите сказать. Да? Но, эээ, он не должен вас жалеть. Более того, жалости, это, в общем-то, эээ, такая дестру... деструктивная история, достаточно. Вот. То есть, здесь вопрос, почему вы считаете, что он должен вас жалеть? Очень важный момент. Почему, почему вы считаете, что он должен вас жалеть? Ну, я имею ввиду, эээ, вот, эээ, ваш муж как раз, как раз. А, чего, чего вам не хватает? Чего вам не хватает? Чего вам не хватает такого, что, что, эээ, необходимо выжилить? Вот. Он отвечает, значит, я не тот, кто тебе нужен, вот и всё. То есть, человек не может дать вам то, что вы хотите. Не может или не хочет? Вот. Вот. Здесь нужно понять, какое значение для вас имеет жалость в принципе. Да? Вот. То есть, ну, вы вот, почему вы хотите жалости к себе? То есть, этот момент нужно следовать, ибо жалость крайне деструктивна. Вот. Эээм... Это, это с одной стороны. С другой стороны, эээм... Нужно определить, а может ли муж дать вам то, что вы хотите. Для чего необходимо проанализировать ваши отношения, сколько вы вместе, что вас объединяет, какой он человек, какой вы человек. Я думаю, что исходя из этого, уже можно будет понять, ээээ, может ли он или нет. Развод не выход, если вы только не ээээ, считаете, что мужчина должен вас жилять. То есть, если вы, если вы примите ответственность, ээээ, на себя за то, что вам нужна его, его жалость, то, ээээ, ужиться вполне себе можно. Другое дело цель, если вы его любите, если он любит вас, если, если в остальном человек ведет себя к вам, по отношению к вам хорошо, если вы чувствуете его заботу, если вы чувствуете его поддержку, его внимание к себе, если у вас есть к нему чувства, то да, уже с ума. Можно просто гармонизировать то, что у вас не гармонично и все. Но если у вас нет к нему чувств, или если вы, эээ, вот сами твердо убеждены в том, что, эээ, ну, мужчина ведет себя как-то неприемлемо для вас, да, то в таком случае, да, развод – это, наверное, единственный выход, потому что мужчина вряд ли изменится. Но даже в этом случае можно попробовать скорректировать ваше поведение так, чтобы замотивировать мужа вести себя по-другому. Но, опять же, для этого необходимо больше акцентировать внимание именно на себе. Для чего нужно провести анализ ваших отношений, тогда уже можно будет давать рекомендации. Я полагаю так. Эээ, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok